Российская Федерация, да и пожалуй весь мир, взбудораженный недавним инцидентом с британским эскадренным миноносцем Хэмс Диффендер, который вторгся в территориальные воды нашей страны, испытав на прочность нервы сотрудников Федеральной службы безопасности и военных лётчиков. Этот случай уже успел обрасти массой слухов и домыслов, стоит признать, чрезвычайно нелепых и не имеющих отношения к реальности, однако, к сожалению, не был по-настоящему разобран российскими аналитиками или же журналистами. Между тем, произошедшая неотчаянная импровизация, глупость или некое злонамеренное ситуативное желание насолить России. Отнюдь британский королевский флот действовал в рамках жесткого расчета, и это весьма тревожный сигнал для Российской Федерации, нашей обороноспособности и политического престижа. Мы будем способствовать укреплению передовых позиций НАТО, обеспечивать сдерживание противника и оборону Европы в соответствии с национальной оборонной стратегией и оперативными концепциями Североатлантического блока. Одним из основных наших инструментов в данном вопросе являются регулярные военные операции, которые необходимо проводить в том числе и в мирное время, используя британские передовые подразделения в Эстонии и Польше. Помимо этого, необходимы регулярные операции по защите воздушного пространства Европы и стабильное финансирование блока НАТО. Такая деятельность способствует укреплению евроатлантической безопасности на Западных Балканах и в Украине. Вторжение Хэмс-Диффендер было спланировано давно. Оно является частью хорошо проработанной концепции системного наращивания напряженности у границ Российской Федерации. Выше вы уже могли ознакомиться с выдержкой из новой британской оборонной стратегии, да, англичане открыто и прямо писали о том, что провокации будут случаться на постоянной основе менее года назад. Британский эсминец Диффендер в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова. Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма. Из заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посвященного инциденту с эсминцем Хэмс-Диффендер. К сожалению, данные документы под названиями Global Britain in a competitive age, the integrated review of security, defense, development and foreign policy. Глобальная Британия в эпоху конкуренции, комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики, а также defense in a competitive age, оборона в эру всеобщей конкуренции, не были должным образом рассмотрены и проанализированы в России. В эпоху глобальной конкуренции и угроз безопасности, мы должны быть готовы оказать военную поддержку нашим союзникам и партнерам везде, где она востребована и необходима. Способность Великобритании проецировать силу остается определяющей чертой нашей оборонной политики. Демонстрация наших военных возможностей и эффективное сотрудничество с союзниками – лучший способ обеспечить стабильность во всем мире и избежать крупномасштабных конфликтов. В своей новой оборонной стратегии британцы без всяких прикрас прямо пишут о концепции агрессивного проецирования глобального влияния Великобритании через поддержание напряженности на пороге войны. Если подробнее разобрать смысл этих слов, то нам станет понятно, что речь идет о постоянном нагревании стратегической и оперативной обстановки. По сути, в представлении английских макростратегов и аналитиков, она должна находиться на уровне предвоенного состояния, когда до стрельбы остается в буквальном смысле лишь одно мгновение, что и было продемонстрировано нам при вторжении Дефендера в территориальные воды России. Откровенно говоря, ничего нового в подобной концепции нет, можно смело говорить о том, что Лондон решил воскресить американскую стратегию времен Рональда Рейгана, которая была успешно реализована в 80-е годы прошлого века. Тогда череда зарубежных военных компаний, в которых был вынужден участвовать СССР. Агрессивный напор флотов блока НАТО, поражение советских союзников и постоянные провокации психологически сломили как высшее военное, так и политическое руководство Советского Союза. Отделаться от прямых аналогий с нынешним положением нашей страны, увы, нелегко. Россия вынуждена принимать участие в ряде военных конфликтов, а еще ее вновь втягивают в капкан Афганистана. Союзники Москвы находятся под постоянным прессингом западных государств, а провокации лишь набирают свои обороты. Что же можно сказать о самом инциденте? Королевский флот подошел к вторжению со всем профессионализмом. Заходя в российские территориальные воды, британцы были в самом прямом смысле готовы к боевым действиям. Это не какие-то шутки или преувеличения. Российские вооруженные силы зафиксировали излучение радиолокационных станций управления вооружением еще до входа «Дефендера» в пределы наших границ. Как показывают кадры BBC, экипаж заранее, подчеркните этот момент. Подготовил оружие эсминца к непосредственному применению, а весь личный состав находится на боевых постах. Про такие детали, как предварительно надетое огнезащитное снаряжение, на фоне всех фактов, даже как-то и неловко упоминать. Повторюсь еще раз, британский боевой корабль нарушил границы Российской Федерации, будучи заранее подготовленным к противостоянию нашим вооруженным силам. Обстановка была не просто серьезной, она была пиковой и могла окончиться гибелью наших сограждан. Отдельно хотелось бы обратить внимание и на то, что на борту «Дефендера» была репортерская команда BBC, они там оказались отнюдь не случайно. Это можно связать с успешным информационным фейком, запущенным после давнего инцидента с американским эсминцем Дональдом Куком. В данном случае расчет британцев оказался удачным. Помимо эксклюзивных кадров погони, они получили в свои руки видеоопровержение заявления Минобороны Российской Федерации о применении вооружения тактическим бомбардировщиком Су-24М. Увы, никакие кадры, ни российские, ни британские, так и не подтвердили слов о бомбометании по курсу корабля. К сожалению, стоит констатировать факт того, что «Дефендер» полностью отработал свою роль эсмине целые полчаса, находился в наших территориальных водах, держа на прицеле сторожевые суда ФСБ и самолеты авиации ВВФ. Британцы нагло и намеренно дали приблизиться кораблям Федеральной службы безопасности, после чего увеличили ход и без труда оторвались от преследования, по-настоящему выдворить «Дефендер» не вышло. Он ушел сам. Это был лишь пробный заход, проверка на прочность. Учитывая характер военных амбиций Великобритании, Россия следует ждать новых провокаций, причем еще более серьезного масштаба. В любом случае, не стоит воспринимать происходящее как некую шутку или игру. Это одна из опаснейших разновидностей войны, которую в свое время, увы, проиграл Советский Союз.